Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Непростая экономическая ситуация в нашей стране вносит свои коррективы в доступность и популярность многих вещей. И смартфоны являются тому прекрасной иллюстрацией и подтверждением. Буквально недавно мне на глаза попала статистика продаж в российской рознице с января по март 2015 года. И оказалось, что доля так называемых B-брендов, то есть производителей второго эшелона, впервые превысила половину в общей розничной массе и завоевала 53%. Год назад эта же доля была где-то в районе 40%. А бренды вроде Apple, Sony, Samsung или HTC для многих с их ценами становятся просто неподъемны. А самый популярный ценовой сегмент на данный момент в пределах 10-15 тысяч рублей. Хотя дело здесь не только в цене. В конце концов технологии дешевеют, а китайские компании быстро учатся. В итоге за эти деньги можно выбрать себе сегодня не такое уж и компромиссное устройство. Наш сегодняшний герой ZTE Star 1 как раз из таких. Типичный представитель последнего поколения производителей, которые держат нос по ветру, предлагая современные, функциональные и недорогие устройства. До сих пор ZTE остается в тени более удачливых земляков вроде Xiaomi, Huawei и особенно Lenovo, но очень старается. Даже на международных выставках вроде MWC ZTE ставит такой же по размерам стенд, как и коллеги и где-нибудь неподалеку. Другое дело, что модельный ряд ZTE знаком нам меньше уже упомянутых более раскрученных конкурентов. Хотя анонсированный недавно ZTE Nubia Z9 обещает быть весьма интересным. Что касается Star 1, то он поставляется в квадратной коробке голубого цвета со скромным и еле заметным логотипом производителя в левом верхнем углу. Сам аппарат имеет экран с диагональю ровно 5 дюймов и шикарную Full HD IPS матрицу, выполненную по технологии One Glass Solution, то есть без воздушной прослойки между экраном и верхним стеклом. Благодаря этому картинка как бы лежит на поверхности и отлично читается под любым углом. А для 5 дюймовой матрицы плотность точек равна 441 ppi и детализация заслуживает отдельной похвалы. Сразу видно, что на экране здесь совсем не экономили. Есть датчик освещенности и возможность регулировки интенсивности цвета, как у других флагманов. И все это на смартфоне розничная стоимость, которого сегодня едва превышает 10 тысяч рублей. Также заслуживает внимания и сам корпус. Это стеклянный бутерброд в стиле Sony Xperia Z толщиной всего лишь 6,5 мм. При этом основная камера из корпуса не выпирает. Привет iPhone 6. А значит не будет ни за что задевать и царапаться. Сзади тоже настоящее стекло, а не пластик. Причем если по переднюю часть достоверно известно, что это Gorilla Glass 3, то про задник ничего не понятно. Хотя олеофобное покрытие из той и с другой стороны присутствует и отпечатки пальцев остаются здесь достаточно нехоти. Все торцы пластиковые, а кнопки включения и качель громкости выполнены из металла и имеют едва ощутимую насечку. Ход у них четкий, а металл безошибочно определяется пальцами, поднимая уровень восприятия. Сверху и снизу корпус абсолютно симметричен и имеет закругленные края. Боковины тоже имеют изгиб, но значительно меньше. Общее впечатление от законченности и стиля есть. Аппарат красив и смотрится как гораздо более дорогое устройство. Единственный намек на бюджетность заключается в том, что клавиши управления Android, расположенные под экраном, не имеют подсветки. Это лишь сенсорные зоны и в темноте их придется искать слепую. На нижнем торце сразу расположены и разъем для подключения наушников, и microUSB порт для зарядки и синхронизации. Достаточно редкое сочетание, которое обычно используется для того, чтобы устанавливать гаджет, например, в док-станцию. Но ничего подобного про это устройство я не слышал. На верхнем торце расположен один из двух микрофонов, а также редкий для бюджетного гаджета глазок инфракрасного порта. С помощью встроенного приложения Peel Smart Remote смартфон можно использовать как универсальный пульт дистанционного управления бытовой техникой. А в самой программе есть поддержка российских поставщиков услуг с обновляемой ежедневной программой передач. В итоге можно не только переключать каналы на телевизоре, но и иметь удобную программку, которая всегда под рукой. На левом торце расположены лотки, открываемые с помощью скрепки. В верхней устанавливается microSIM-карта, а в нижней карточка microSD, с помощью которой можно расширить 16 гигабайтов внутреннего пространства. В самом низу на этом же торце под серебристой решеткой расположен динамик, достаточно громкий, но звучащий не так круто, как в том же Lenovo K920. Сзади расположена сдвоенная двухцветная светодиодная вспышка для оптимального цветового баланса на снимке, а также глазок основной 8-мегапиксельной камеры. Ее разрешение как бы является вторым звоночком, который спускает нас с небес на землю, поскольку стандартом сегодня можно назвать 13-мегапиксельные сенсоры. Хотя выжили из этой камеры ZTE максимум, поскольку в настройках устройства можно снимать и на автомате, а можно и переключиться в экспертный режим с множеством ручных регулировок. Здесь появляется электронный уровень горизонта, регулировка чувствительности в диапазоне от 100 до 800 ISO, экспозиция до двух ступеней в обе стороны и ручная настройка цветового баланса. Самая же интересная возможность экспертного режима – это ручной фокус, позволяющий экспериментировать с точкой съемки в широких пределах и добиваться отличных результатов при макросъемке. Фронтальная камера имеет 5-мегапиксельный сенсор, режим определения лица в кадре и автоматическую коррекцию дефектов кожи. Опять же, не припомню ни одного бюджетного устройства, который бы мог делать такое. Видео может записываться в формате Full HD, как с обычной скоростью, так и в режиме интервальной съемки, так называемый Time Lapse. В нем аппарат может делать один снимок с промежутком от 1 до 10 секунд, а затем склеивать их в сплошной поток. Таким способом можно удобно снимать длительные события, течение которых на видео заметно ускорится. Кстати, с образцами фотоснимков, так же как и примером такого интервального видео Time Lapse, можно познакомиться в текстовой версии этого обзора на нашем сайте. Работает Star 1 на не очень-то свежем на сегодняшний день процессоре Qualcomm Snapdragon 400. Данные которого таковы. 4 ядра, частота 1.6 ГГц и графика Adreno 305. С учетом экрана высокого разрешения, Antutu едва набрал 20 тысяч попугаев. И любителям погонять высококлассные тяжелые игрушки, я бы предложил рассмотреть все-таки что-то другое. С другой стороны, Android KitKat с фирменной оболочкой Mi Favor 2.3 шевелится без каких-либо тормозов. А чипсет от Qualcomm традиционно поддерживает большинство LTE-частот и GLONASS GPS. Так что со скоростным доступом в интернет, так же как и с мгновенной ориентацией в различных навигационных программах, проблем не будет. На запас скорости также влияет и 2 ГБ оперативки. Так что аппарат совсем не тормозной, тем более для своей ценовой категории. Что еще? Традиционно для китайских производителей есть и весьма интересные программные фишки. Например, встроенное FM-радио может вести запись эфира, точно так же как и встроенная звонилка. Здесь можно выбрать режим записи всех разговоров, как входящих, так и исходящих. Причем слышно будет и вас, и вашего собеседника. Знаю, что многим такие функции покажутся полезными. А еще в настройках есть режим включения и отключения по расписанию, по некоторым дням и даже часам, что позволяет, например, вырубать аппарат на ночь, пока вы спите. С учетом того, что аккумулятор здесь имеет емкость 2300 мАч, эта возможность будет далеко не лишней. Хотя процессор здесь не самый прожорливый, а прошивка Android достаточно свежая. Пожалуй, самым энергопотребляющим элементом будет экран высокого разрешения. Так что общую автономность устройства назвать выдающийся язык не поворачивается. Если снять аппарат с зарядки утром, то к вечеру он приходит уже практически опустошенным. Окей, давайте резюмируем. Перед нами устройство, которое достаточно сложно отнести к какому-либо определенному сегменту, из-за сочетания как бюджетных признаков, так и весьма интересных решений. Как я уже отмечал, смотрится и ощущается в руках он почти премиально. Стекло с двух сторон и металлические вставки точно работают. Экран устройства прекрасен, поддержка LTE есть. И для многих это необходимый минимум, за который сегодня не жалко отдать от 11 до 13 тысяч рублей. Плюс к этому я бы рекомендовал аппарат тем, кто хочет попробовать себя в смартфонной фотографии. Несмотря на довольно скромное разрешение основной камеры, за счет множества ручных настроек она позволяет добиться интересных результатов. Что касается звука, то несмотря на один скромный динамик на борту, звуковой тракт устройства работает достаточно интересно, в том числе и благодаря технологии Dolby Mobile. В хороших наушниках и на различных режимах звуковая окраска заметно меняется, в целом оставаясь громкой и очень вкусной. Так что здесь снова особо не придерешься. Единственным объективным аргументом против Star One я бы назвал не слишком свежий и расторопный процессор Snapdragon 400, не слишком хорошо подходящий для тяжелых игрушек. У прямых конкурентов этого гаджета в лице Huawei Ascend P7 или Lenovo Vive X2 процессоры гораздо производительнее, хотя и стоят они уже совсем других денег. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok